Я не очень давно на Мира была. Там такой запах. До нас вот особо не доходит, до нашей улицы. А на Мира частенько. На Мира и на Былзово. Вечернее время, под вечер, еще после этого головные боли сильные. Чувствуется что-то, да? То, что с химией, наверное. Может, с шином, может, все откуда. Ну, на здоровье влияет, конечно же. К экологам не перестают поступать жалобы на неприятный запах в городе. Только за последние сутки было 9 обращений. Горожане обеспокоены тем, что со стороны биологических очистных сооружений утром шел туман. А вместе с ним зловонье. Экологи отреагировали и выехали на место. Это расстояние температуры воздуха, сточную воду, которую очищают очистные сооружения на территории биологических очистных сооружений. Там есть объект, называется аэротанки. Этот объект исполнен в открытом исполнении. То есть, получается, соприкасается горячий воздух с холодным воздухом и образуется, естественно, туман. Экологи отобрали пробы воздуха около биологических очистных сооружений и городского коллектора, который принадлежит водоканалу. Именно один из колодцев, по мнению специалистов, стал причиной неприятного запаха в Нижнекамске на прошлой неделе. Результаты анализов показали превышение этилацитата в воздухе, другими словами, уксусной кислоты, аж в четыре раза. Эти превышения были выявлены как около объекта Нижнекамского водоканала, так и в городе. С учетом направления ветра можно сделать вывод, что это ухудшение качества атмосферного воздуха, допущенное в результате деятельности Нижнекамского водоканала с нарушением условий и действующего законодательства. Сейчас в отношении водоканала ведется административное расследование. Предстоит выяснить, откуда в городском коллекторе появился этилацитат. Возможно, среди виновных окажутся автомойки или автозаправки, которые заключили договор с водоканалом на отведение своих стоков. Что касается сегодняшних выбросов, экологи отобрали пробы воздуха в нескольких точках города. Это около биологических очистных сооружений и около городского коллектора. Результаты анализа будут готовы завтра. Лилия Горова, Евгений Лызаев, Новости НТР.